Вот уж действительно молчать нельзя, дорогие мои. Спасибо огромное за поддержку. И я скажу честно, мы с вами молодцы. Мы с вами молодцы, потому что мы стали говорить о том, что случилось с Федосеевой Шукшиной. Мы стали не молчать. И некоторые очень жёстко отреагировали на то, что Шукшину поместили в дом престарелых. И вот сегодня уже есть сообщение. Буквально включаю компьютер, захожу и читаю о том, что Федосееву Шукшину забрали из дома престарелых. По-моему, идиллия он называется, что ли. Что якобы она уже прошла все процедуры. Ну, это всё, конечно, мягко говоря. Ну, мягко говоря, да. Потому что человек поступил 21 января, а сегодня 24, то есть уже, по-видимому, вчера её оттуда забрали. Это здорово. И это прекрасно. Но что меня тревожит и что меня настораживает, конечно же, это борьба между сёстрами. И всё то, что устроила Ольга, травлю в отношении Марии, я понимаю, что звёздная сестра, ну, не принимает, не понимает, не одобряет, не приглашает. То есть нет возможности погреться, скажем, у ног или возле Славы, или у Славы сестры. Я о Марии Шукшиной говорю. Она молодец. Она молодец в том плане, что она не побоялась, а выступила против машины государства, то есть против бизнеса. И это здорово. Но то, что Ольга пошла на поводу у тех, кто пытается людей, на людей накинуть ермо, это не очень хорошо, поверьте. И я вообще, мне очень трудно это оценивать. Я обещала, что я посмотрю Ольгу и обязательно вам о ней расскажу. Кстати, мой прогноз в отношении президента Армении оправдался буквально. Вот ещё январь не закончился, президент ушёл в отставку. Так что, пожалуйста, так и хочется сказать, верьте мне, да. Помните, как Мюллер говорил, да, верить никому нельзя, мне можно. Это шутка, конечно же. Так вот, Лидию Федосееву Шукшину забрали. Забрали её из дома престарелых. Я так понимаю, что шум наделал, вот тот шум, вот эти публикации, обсуждения, они всё-таки сыграли свою роль, и это очень хорошо. Ну что, будем теперь ждать, что будет с Куравлёвым. Потому что, по моим прогнозам, а я смотрела его натальную карту, немножко смотрела его будущее, будущее незавидное, потому что человека, по большому счёту, выписали больного, он больной. У него есть, не то что есть, а прогрессирует инфекционное заболевание, то есть то, от чего его всячески лечили. Ну, лечили-лечили, да не вылечили, как говорится. Ой, мои хорошие, вы знаете, это жутко. Я в последнее время иногда думаю, как хорошо тем, кто шёл, упал и умер. Видите как, действительно, я не Ванга, что ли, говорила, что живые будут завидовать мёртвым. Вот мы уже как бы у этой черты, потому что всё то, что творится, и всё то, что происходит, оно, конечно, жутко. Это жуткая ситуация, которая сложилась в отношении Куравлёва, в отношении Шукшиной, ещё Фатеева. Я обязательно хочу посмотреть немножко её матрицу. Ну, вы знаете, всякое бывает в жизни. И иногда палач достоин сочувствия и помощи. И такое очень часто бывает. А как быть с тем, что иногда близкие люди... Я не буду, вот вы всё поймёте. Вы у меня такие умные, дорогие мои, можно не договаривать. И когда приходит день расплаты, они говорят, мы тебя прощаем, иди живи. Вопрос в том, как ты будешь с этим жить? Как ты будешь с этим... Как ты справишься вот там со своим внутренним миром? Это ж очень жёстко. Это не дай Бог кому-либо пережить вот это всё, что потом приносит подсознание. Ведь худшего врага и худшего наказания, чем ты сам и твоё подсознание, дорогие мои, нет. Правда. Это я знаю точно. Я вот сейчас консультирую людей. Очень много приходят. Молодые приходят. Кстати, очень много из Америки. Очень много. Америка, Украина. Люди звонят, спрашивают. По мере возможности помогаю. Поэтому, опять же, напомню, что мой стрим от 7 января, от 6 января, там ещё остались вопросы. Я обязательно постараюсь на этой неделе ответить на их все. Ну вот такая жизнь, дорогие мои. А что делать? Куда денешься? Куда пойдёшь? Куда кинуться? Поэтому совет только один. Не мешать. И если так случилось, что близкие люди попали в беду, если есть хотя бы полчеловека, который готов заботиться о человеке, попавшем в беду, помогайте. Помогайте финансово. Не надо лезть. Заплатите человеку. Но у нас очень часто бывает так, что и денег не дадим, и помогать не будем. Мы лучше поедем куда-нибудь в Грецию, в Израиль, я не знаю, куда там, в Турцию, и полежим на тёплом песочке. Вот такие вот дела. Кстати, по поводу Турции. Ну вот не рекомендую ехать по той простой причине, что ситуация в Турции очень серьёзная. Очень серьёзная ситуация. Ситуация с инфекциями. И я уже говорила, по-моему, то ли 2020, наверное, даже в моих прогнозах, что инфекция, заболевание, которое... Они уже знают, что оно есть, но они не понимают... Они о нём молчат, потому что они сами не понимают, что это, возможно, инфекция. Поэтому ситуация очень сложная. Я сегодня обнаружила такую вещь, что, например, в Минске, ну, в Беларусь, позависали банки российские. Есть такое. То есть они не просто позависали, сидит один оператор с одним компьютером, но я предполагаю, что это, возможно, делается для того, чтобы уменьшить снятие денег, которые идут напрямую через банки. Ну, а киоски, вот не знаю, есть в киосках деньги или нет. Сложно. Всё очень сложно. И самое ужасное то, что самая большая сложность – это отношения между людьми. Это межчеловеческие отношения. И, видите, не хочется как бы перескакивать с одной проблемы на другую, то есть с Лидией Шукшиной на Куравлёва, с этой ситуацией, на те ситуации, которые мы сейчас с вами проживаем. Но оно настолько взаимосвязано, что вы не представляете, как. Оно настолько взаимосвязано. И чем дальше, тем будет хуже. Потому что реплика того же... Ой, ребят, давайте я не буду о политике. Ввели санкции против Путина, и всё покатилось, как горох. Ну, наверное, надо всё-таки иметь мозги. Правда? Многим надо иметь мозги. А кто такой Путин? Он такой же человек, как и мы. А чего ему бояться? У него что там, деньги за границей лежат? Ну, это другая тема, и давайте мы её обсудим потом отдельно. Дорогие мои, берегите себя и тех, кто рядом. Всё равно, вот да, забрали Лидию Шукшину. И я уверена, что здесь посодействовала Маша, возможно. Ведь это всё сделано без Машиного. Её даже в известность не поставили. Почему? Потому что, во-первых, Маша отошла. Маша полностью уступила наследство Ольге. Ну, вот видите, как получается. Как говорится, не надо мне богатства, дайте мне счастья и хороших детей, любящих детей. Ну, как повезёт. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok